Чуть-чуть-чуть. Ну, короче, нажал, наверное. Теперь снимать будут? Сейчас, нет, не сниму. У меня уже ничего не получается. Я выпущу свои тряпочки и чуть-чуть беру еще полероль. Я считаю, лучше, как на шатре. Не, на шатре не выводится, она снимает весла. У каждого свой вес. Это, конечно, так. Но ведь слазитесь в два, в два, в два. А потом, вы знаете, я женщину подогсов. Совсем отогсов. У меня дома не хуже, чем у вас. Вот только салфеточек меньше. Между прочим, эти хуженые салфеточки создают уют. Я люблю свое уютное и теплое место. Зато и были в таких гнездышках. У меня дома обстановка современная. И я этим горжусь. Мебель из металла и пластика, все светло и чисто. Я представляю себе, как в операционке. Нет, в больнице я не больна. По-вашему, я больная? С такими глазами как у вас. Может быть, моя дорогая, у меня под глазами круги. Но это только от того, что у меня есть мужчина, и он меня безумно любит. Чего уж, конечно, нельзя подумать о вас. Дамы, дамы. На эстраде не скандалить. Публика смотрит на нас, даже когда мы не играем. Улыбки и очарования. Можно прекрасно говорить друг другу все, что думаешь, и при этом улыбаться. Лилона, ваш цветок. Что мой цветок? Я помела. Простите, помела. Ваш цветок завяло. Я требую, чтобы цветы были всегда свежими. У цветка была ночью в гости. Ну да! Законяйте пристойный вид, что бы ни случилось. Я хочу, чтобы оркестр у посетителей вызывал только приятные мысли. О каких приятных мыслях может заговорить здесь? Вы думаете, они нас не нужны? Болезни не мешают ценить музыку, моя дорогая. Больше вам скажу, даже наоборот. Да у нас сегодня очень много тонких лодоков с удовольствием. Месье Леон. Как вы вспотели, месье Леон? Воротник совсем мокрый. У меня всегда есть запасной. Я во время атака свинирован. Свините. Все. Все я ему выложила на одном дыхании. За квартиру не заплачено. Бедная мать болеет и костюм плохо сидит. Ау, ну что? Ничего. Заснул. Какое хаосство. Я бы такого никогда не знала. Ну так вот. Входим мы в ресторан. Его друзья нас пригласили в такое шикарное место. И я говорю, Эдмон, куда будешь сесть? Ау, ну что? Он говорит, садись куда хочешь, ты в Москве. То, что мы встречаемся тайной рядка в паршивой гостинице, где хозяин обращается со мной как с проституткой. Со мной, которая мечтала ходить с высоко поднятой головой. Но есть одно, Эдмон, с чем я не могу смириться. Это заигрывание этой ужасной женщины с моим избранником. Ну, когда речь идет о вашей несчастной коллеге жене, я молча, я понимаю, что, пожалуйста. Но когда на моих глазах она выставляет свои вожделения перед всем оркестром... Наши отношения не выходят из чисто служебных камок. Давай, вам палец воротник и трогать ваши волосы, это тоже чисто служебные рамки. Ну, она ведь всего лишь проверила, нет ли у меня перхоти, это ее законное право. Законное право на вашего воротника имею только я, так же, как и на ваши волосы. Я вам все отдала, Люди, мою девственность, мои мечты, добрые линии мои сни, я поджигала вас всем. Нашей сестрой мадаме, которая, если узнает, то умрет. Вас снила мадаме, но займитесь потом. Я люблю и любила мадаме, если хотите знать. Нет, мадмуазель, я не хочу этого знать. Единственное, что мне нужно, это элегантность и ячество, элегантность и ячество. Мы в храме музыки. Это слишком легко отогнуть мне рот в твоем искусстве. Кстати, на счет музыки со вкусом у вас обстоят дело весьма плачевно. Не музыка, а тренька. В нашем заведении, мадмуазель Делисиас, публика собирается, чтобы играть в карты из-за мино и немного отвлечься от мысли о болезни. Единственное, что посетителям нужно, это легкий музыкальный фон. Какая низкая балла, какая пошлость. Да. Однажды я... Вы низкое существо. Мадмуазель Делисиас. Да не силен, как мужчина. И как артист, конечно же, обязательно придет к такому выживанию. Однажды я отхожу на нюнучку в антракте, в казино. Возвращаясь, его нет на эстраде. Ты знаешь, как я вам отхожу? Нет. С девушкой из туалета. Не может быть. Да, красный блондин, как это такое рассказывали. Ты знаешь, что я ему сказала? Нет. Ничего не сказала. Только так. Посмотрела на него. Пошла в туалет. И спрашиваю. Где Бумаря? А он что? А он тоже ничего не сказал. Только пошел в свой туалет. А в ней в лесник откладывал. Я сразу поняла, что он понял, что он попался. Мужчины! У меня было предостаточно. У меня не высокий, красивый, статичный фигуры. Но после смерти у меня танцы я отучаю. И если вдруг я только пожелаю мужчинам... Разрешите, твоя бабушка, что же вы будете? Я найду себе что-нибудь получше. Но я наложу на себя руки. Сюзанна! Брошусь по войску. Сюзанна! Отравлюсь на тварь. Сюзанна! Я тут огнюсь. Сюзанна! Ну, вы любите меня? Я обожаю вас! Сюзанна! Я никогда не любил, как вас! Вы не боитесь умереть! Эти меры вместе с вами? Да! Нет! Тогда мы вместе! Если будем несчастны, мы им покажем! Смерть эта прекрасна! Восхитительно! Кукарты и кукареты, дамы и господа! Музыку нам можно в другой треке? Спасибо. Музыка! Ох! Вы слышали, как нам аплодировали! Отвечаем полным презрением! Могу и вам заметить, что играть фальшиво вам не составляет большого труда! Раз уж дело дошло до моего мастерства, раз здесь меня не ценят, я удаляюсь! Сюзанна, эта сура не лепа, как вообще любая сура, любовь моя! Размерите, что это в вашем таланте! Мой талант! Я смеюсь над ним, Леон! Может быть, у меня никогда его не было, а я так долго думала, что отдаюсь ему душу музыке! А я ничего не дала! Ни искусству, ни Франции, ни вам! Разумеется, нет! То есть, разумеется, да! Любовь моя, Анна Львова, можно без скандала? Ой, мой мой! Сколько я перетерпела! Мебелированная комната! Мебелированная Львова! Солнышко, я же тебе тысячу раз говорил, что гостиницы не бывают без мебели, особенно во время путешествий! О каких путешествиях вы говорите? Разве мы куда-нибудь с вами ездили? Другой конец города и то пешком! Путешественники, даже без чемоданов! Мы любили друг друга, Леон, глядя на часовые стрелки, чтобы ваша несчастная, дорогая жена не завела тревогой из-за постоянных ваших опозданий! Сезанна, это разные вещи! Ах, мы путешествовали без чемоданов, а часы никогда не забывали брать! Каждый клал на столик у кровати! Любящие слушают, как бьются их сердца, а мы слушали, как тикуют эти часы! Как?! Я ненавижу эти часы, Леон! Солнышко мой, я же тысячу раз говорил, что я не могу оставить свою больную жену, это убьет ее! Я права не имею на это! А меня, меня вы имеете право оставлять каждый день после отведенных не сорока пяти минут! Час, час даже полтора часа любовь! Мы же любим друг друга! Какое значение имеет время? И шарюще! Я потеряла свое время! Смешно, правда? Потерять свое единственное время, который час вел! На моей письме, 12! Любовь моя, давайте вернемся на сцену и объяснимся во время антракта! У нас будет больше, чем четверть часа! Благодарю! Моя программа окончена! Этому будет когда-нибудь конец? Вы что, хотите, чтоб нас всех выгнали? Вы этого хотите, ведьма? Нет, мама! Впрочем, что касается меня, вопрос решен! Я окончательно отказываюсь фальшиво играть! Прощайте, Ванна! Он шутковат! Я... Я вам люблю выговор! Я вам люблю выговор! Что вы делите? Паскручиво играть! Вы злоупотребляете свою власть! Как вам не стыдно! Это вам должно быть стыдно, месье Леон, с вашей бедной, больной женой! Перестаньте, перестаньте, Господи! Ну разве я не любил свою жену? Двенадцать лет не перечеркнешь! Я бы мог взять ее в больницу! Она неизлечима! Меня бы никто не упрекнул! Но я оставил ее дома! Я надел прислугу, женщину, на которую можно положиться! А вы знаете, сколько это стоит? Господи! Я чувствую себя таким одиноким! Ведь у меня на руках была старая мать! Но надо же было ей чем-то жизнь скрашивать! А она все еще живет с вами? Конечно, старая кляча! Это я ее так ласково называю! Но на старых лет она стала совсем как маленькая! Но ничего, я с ней строга! Вижу, хочет мошенница стащить конфетку! Я тогда сразу так пас! И по рукам! Она зря, что ничего пахнычет-пахнычет, зато пахнет как шелк! С ними надо быть строгой! Когда моя дочь жила... Нет, ну как я могу ее разрешать? Есть все, что она хочет! И почти восемьдесят лежит! А если я что-то увижу сразу по рукам! И за обедом из десерта, это для нее самое страшное! Все-таки не так уж легко вам приходится! Я жертва! Я приношу себя в жертву! Но приношу с радостью! Катя, могу не хвастать вам сказать, что я простовая дочь! А я свою дочь отдала в деревню! Да, с мужем я развелась, потому что при моей работе невозможно иначе! И потом! Я женщина! Все равно в один прекрасный день появится новой! Ой, ну я ничего не жалею! Для моей кисоньки все, что я зарабатываю, идет на ее наряды! Я хочу, чтобы она была нарядной, моя крошка! В ее день рождения на диапетке я подарила ей костюм! Настоящий костюм! Любовь убивает! Однажды я так и сказала, Эдмон! Эдмон! Чувство – страшная вещь! И если я тебя застану с другой женщиной, и я покрою глаза и нажму на гашетку! Два франца надутся законы! Меня оправдают не суда! Что он? Он хотел, было земной, но остановился и взял газетку! И так всю жизнь! Не от того ласкового слова! Но вот в чем дело! Он часть меня! И когда он уходит, так пусть уходит моя часть! И я все ожидания готова! Он снова вернется! И на моем! Если я увижу его с другой женщиной, я сделаю так! Бах! 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 Это и есть любовь! И вообще она плевать мне на все! Жена все плачет в кресле, а это тоже за своими страстями и слезами! Боже мой! Что за крест? Я с ними плачу с обеими! Два раза в день! Первый раз в гостинице, а второй раз дома! Один раз одетый, а второй раз раздетый! Я мучаюсь и зло жучь худею! У меня резин в желудке! Но в глубине души и совсем в глубине я вынужден признать, что мне нам все наплевать! Иногда разбегаюсь и иду один на берег реки, туда, где пляж и бассейн, и смотрю на женщин, которые купаются и лежат на солнце! Я делаю вид, когда просто гуляю или ищу кого-то, но я никого не ищу, и я сам в солнце! Знаете, все мои! Я могу менять! Три ослотнивки! Тот рыжий! Тот скочий! Тот столпец! Всем не повинуются! Все мои! И молоденькие, которые еще ничего не имеют! И матери! Которые, если отдаются, то с ослотнением наверняка мне не представляются все самое секновенное и расплаканное, обнаженное и вечно! Чтобы не упустить единого лучика! И им долбила реклама, что нужно обжариваться со всех сторон! Обжариваться за жарами, пережариваться на ветерях, а шашлык и паурия! Я нерон! Я тебе верить! Все мои! Всем! Я знаю, что есть проститутки! К ним можно пойти, но они дорого стоят и страшно! Можно зоротиться! А здесь порядочные женщины! Всем! Все мои! Да здравствуют курорты! Все голые! Большой пляж! Закон под страхом! А ну вт Blackpaman! Показать! 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 Продолжение следует...